Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергей Уланов. Депутаты раскритиковали работу Министерства здравоохранения. На встрече мажелесменов с новым министром Акмарал Аль-Назаровой они высказались о повышении взносов на обязательное социальное медицинское страхование. Повышение порога для взносов на ОСМС должно улучшить финансирование сферы здравоохранения, а также создать более справедливое распределение затрат на страховку, говорят в Минздраве. Впрочем, повышение взносов коснется не всех граждан Казахстана, а только тех, кто попадает под новые пороги. Это примерно 9% работников, чьи доходы на текущий момент превышают 10 минимальных зарплат, то есть 850 тысяч тенге. Сейчас такие работники платят отчисления не со всей зарплаты, которая может составлять полтора миллиона тенге, а только с 850 тысяч. Таким образом, для них, в отличие от всего населения, действует пониженная ставка. То есть, если человек получает 100 тысяч тенге или 150 тысяч тенге и так далее, до 850 тысяч тенге, у него удерживается сегодня 2%. Если человек получает выше 850 тысяч тенге, допустим, полтора миллиона тенге, то мы взимаем с него ставку страховую только с 850 тысяч тенге. И справедливость в том, чтобы все оплатили по 2% вне зависимости от объема своей заработной платы. Также журналисты спросили у главы Минздрава, насколько вырастут цены на лекарства. В Минздраве отметили, что информация о существенном повышении цен на лекарства не соответствует действительности. При этом фармотрасль имеет определенные льготы по налогам. Так, производство и импорт лекарственных средств не облагается налогом на добавленную стоимость. При этом государственное регулирование цен на лекарства будет постепенно сокращаться. Некоторые наценки шокируют. Стоимость лекарств в разы выше, чем в соседних странах, в наших партнерах по ЕАЭС. Казахстан занимает второе место по скорости роста цен на лекарства среди стран экономического союза. 1728 наименование. Можно перечень предоставить. Артамол, йод. Все группы абсолютно. Антигистамины, антибиотики, противокошлевые и так далее. Самые наиболее часто, да, более часто закупаемые и востребованные у населения препараты входят в эти 1728. Но вы вот, если уйдете от регулирования, вы не считаете, что эти препараты просто станут недоступны для многих граждан? Потому что люди там жалуются, что стоимость высокая препарата. Поэтому мы сейчас пересматриваем и ведем соответствующие мероприятия для того, чтобы полностью изучить возможные отрицательные последствия. И сегодня этот приказ мною приостановлен. В Уральске ведется расследование случаев хищения бюджетных средств, предназначенных для услуг инво-такси. По информации Пресс-службы Департамента экономических расследований по Западно-Казахстанской области, следствие проводится в отношении должностных лиц городского отдела занятости и социальных программ, а также руководство общественного объединения инвалидов «Белый парус», который оказывает услуги инво-такси. Ведомство уточнило, что похищенные средства на общую сумму 53,5 миллиона тенге были выделены в рамках государственного социального заказа на территории города. В настоящее время проводятся следственные мероприятия с целью всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств. Иную информацию в интересах следствия в департаменте не разглашают. Продолжаем выпуск. Многодетную мать из Актубе вернули к жизни из списка умерших, куда она попала по вине полицейского. Напомним о своей смерти. 38-летняя Бута Картбаева узнала в январе 2022-го, когда ей перестали поступать детские пособия. Участковый инспектор по ошибке внес ее данные в базу погибших в ДТП. Как выяснилось, в аварии скончалась другая женщина с похожей фамилией. Но так как на месте происшествия удостоверения личности у погибшей не нашли, полицейский оформил протокол со слов очевидцев. В итоге исправить ошибку не могли почти два года. Все это время статус о смерти пациентки высвечивался в системе Дому-Мед, и Актюбинка не могла получить медуслуги. Чтобы удалить ошибочную запись, ей даже советовали обратиться в суд. И только после вмешательства в дело журналистов проблему удалось решить. Недавно Буте Картбаевой помогли вернуть прежний статус, при этом менять документы ей не придется. После выхода сюжета в эфир Антикор провел проверку и намерен принять меры в отношении должностных лиц. Мы внимательно изучили данный вопрос, начали взаимодействие с уполномоченными органами, и выяснилось, что действительно данный факт имеет место быть по причине ненадлежащего исполнения своих обязанностей чиновниками. Данный факт был устранен. В настоящий момент женщина поставлена на учет. По всем медицинским базам она числится как живая. Все виновные лица, в том числе и управление здравоохранения, понесут предусмотренную закону ответственность, в том числе и дисциплинарную. Общественный прием состоялся в Атырау, в рамках которого жители получили бесплатную юридическую консультацию от специалистов. Большая часть вопросов связана с рассмотрением охраны труда и выплаты алиментов. Подробнее в сюжете. Проект Кухток-Кумек стартовал в январе прошлого года во время визита председателя партии Аманат Ерлана Кушанова в Атыраускую область. С тех пор в течение года такие собрания организовывались 27 раз. Сегодня мы обратились в Кухток-Кумек. Пришли к юристам и получили бесплатную консультацию. Все довольны. Мы считаем, что это хороший проект. Этот проект, проводимый партией, представляет собой значимую инициативу в сфере обеспечения доступности юридической защиты для населения. В рамках этой программы юристы оказывают поддержку на различных уровнях. Помощь в делегировании полномочий, заполнении исков и других документов, консультации по финансовым и правовым вопросам. Кроме консультации, также есть услуга под названием «Пробона», которая оказывается некоторым многодетным матерям, инвалидам первой-второй группы. Проконсультировавшись в свободный день, есть возможность в дальнейшем обратиться в суд. По словам ответственных, большинство жильцов жалуются на бездействие частного судебного исполнителя, вопросы алиментов, ситуацию с соседями, трудовые споры и другие вопросы. В Уральске прошел круглый стол для военнослужащих. Спикерами выступили представители областного центра психического здоровья, отдела по защите женщин от насилия и управления инспекцией труда. Цель мероприятия – профилактика и предупреждение суицидальных проявлений семейно-бытового насилия и трудовых споров на воинской службе. В заседании круглого стола приняли участие военнослужащие воинской части 99-250. Спикерами выступили представители структурных подразделений, которые освещали актуальные темы общества. Подобные мероприятия очень важны для командования и личного состава с целью предотвращения негативных проявлений в будущем. Тема семейного насилия сейчас особенно актуальна, отметил заместитель командира воинской части 99-250 по воспитательно-идеологической работе Булат Койшин. Семейно-бытовое насилие – то же самое в данный момент у нас не просто в вооруженных силах, а в обществе семейно-бытовому насилию уделяется. То есть у профилактики большое внимание, как со стороны президента Верховного главнокомандующего, так и руководителями всех органов. Поэтому мы сочли провести данное профилактическое мероприятие как заранее. По информации открытых источников, ежегодно в мире 1 миллион человек погибает в результате самоубийства. Во всем мире самоубийство входит в тройку основных причин смерти среди людей в возрасте от 15 до 44 лет. Важно понимать, что суицидальные мысли могут возникать у любого человека. И в таких случаях необходима немедленная поддержка и помощь, отмечает психолог областного центра психического здоровья Оксана Кин. В основном это, конечно, не психически больные люди. Это вполне статистически, как говорится, наше общество, то есть социум, когда могут даже быть и материально обеспеченные, и достаточно образованные люди. Военнослужащие у них достаточно, наверное, трудная задача. Помимо того, что они оберегают свою семью, они еще и оберегают всех остальных, наверное, людей. Отметим, для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, по месту прописки действуют психологи. Также работают колл-центры и телеграм-боты, где можно получить консультацию. О современных методах сборки отходов, их транспортировки и сортировки смогли узнать уральские школьники. Старшеклассники в ходе экскурсии увидели своими глазами, куда отправляется весь городской мусор и как он перерабатывается. О том, сколько тонн мусора ежедневно отправляется на полигон, расскажет Дана Керембаева. 21 век, век потребления. Люди используют вещи, не задумываясь, выбрасывают ее на мусор. И это касается не только вещей. Ежедневно из Уральского вывозится около 200 тонн мусора. И сегодня специально учащиеся школы номер 24 приехали на мусорный полигон, чтобы своими глазами увидеть то, как сортируется мусор. Экскурсия на полигон и сортировочный центр достаточно необычная для школьников. Они смогли своими глазами увидеть, куда отправляется весь городской мусор, как проходит сортировка и кто работает в непростых условиях. В ходе посещения сортировочного центра школьники также узнали, что тариф на одного человека за вывоз мусора составляет 500 тенге, что, по мнению школьников, достаточно дешево для такой работы. В целях экологического обучения молодежи нашего города мы начали внедрять практику по обучению детей АЗАМ ТБО, твердых бытовых отходов. Привезли сегодня на сортировку 24 школу учеников 10 АБВ класса. Ознакомили их с деятельностью компании по сортировке ТБО. Сказали, как выводится ТБО, из чего оно состоит, как происходит процесс сортировки и захоронения. Они теперь знают, что 270 человек обеспечивают чистоту нашего города по твердоботовым отходам. Ежедневно выводится 200-250 тонн ТБО. Это 60-70 рейсов грузовых машин по вывозу мусоровозов. Сами работники компании по переработке мусора утверждают, что хоть работа их и не простая, но хорошо оплачиваемая. Я здесь работаю уже второй год. Работа достаточно специфичная, но высокооплачиваемая. На работу не жалуюсь. Зарплата у нас хорошая. Хороший график. Вот так мы каждый день сортируем мусор по разным категориям. В ходе экскурсии школьники отметили, что переработка мусора – это большой труд рабочих, который важно и нужно ценить. Мне очень понравилось узнать о том, какой это, оказывается, тяжелый труд перерабатывать мусор. То, что очень много людей работают здесь. И то, что мусор очень важно сортировать. Оказывается, этим занимаются разные организации. То, что мусор в контейнерах и мусор, мебель – это все сортируется отдельно. И то, что крупноговорительный мусор надо оставлять возле мусорок. Учитель биологии СОЖ «Номер-24» рассказал, что сегодня мусор является одной из важных экологических проблем современности. Для того, чтобы сохранить экологию, нужно заниматься правильной сортировкой мусора и учить этому подрастающее поколение. Наша школа «Номер-24» занимается формированием экологических компетенций и ценностей через туристко-краеведческую и внеурочную проектную деятельность, целью которой является привлечение учащихся к экологическим проблемам, а также к проектной деятельности. Одной из экологических проблем мы взяли переработку и сортировку отходов с ЗКО. Сегодня наши социальные партнеры «Урал-Казай-Сервис» предоставили нам отличную возможность для продвижения в данной работе, за что им большое спасибо. И с сегодняшним этапом мы взяли задачу постановки проблемы в этой задаче. Дальше будет решение данной проблемы. Напомним, полигон ТБУ в Уральске был открыт в далеком 1975 году. С той поры беспрерывно туда сваливаются отходы со всего города. Согласно нормам, срок эксплуатации полигона уже истёк. Да и расширяющаяся территория города уже приблизилась к нему. Тем не менее, сюда продолжают вывозить мусор. Дана Керимбаева, Ибула Джагапара, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Тысячу новых рабочих мест предложили молодёжи Западно-Казахстанской области на ярмарке вакансий. Она была проведена в Уральске для граждан возрасте до 35 лет. Что предлагают работодатели и с чем сталкивается молодёжь при поиске работы, расскажут наши корреспонденты. Это первая ярмарка вакансий в текущем году. Проводится она для молодёжи, то есть для граждан от 18 до 35 лет. Организаторы Молодёжный ресурсный центр отметили, что в ярмарке приняли участие 60 работодателей, которые представили порядка тысячи вакансий. В основном у нас компаний и детских садов, плюс госучреждения. В основном учителя, ищут работу учителя, и ещё здравоохранение. В основном у нас возникает вопрос именно от них. Ряд молодых людей, учась на последнем курсе вуза, уже подыскивают рабочее место. Я учусь на четвёртом курсе на учителя английского и французского языков. Хочу найти работу в школе, либо в языковом центре. Здесь пока ничего не нашла. Тем временем в Молодёжном ресурсном центре называют лишь 100 официально зарегистрированных безработных в возрасте до 35 лет. Марина Горбук, Марлен Искалиев, Особия Кобекинов, ТДК-42. В Уральске отпраздновали Маслендицу. Проводы зимы прошли в городском парке культуры и отдыха. Организаторами мероприятия выступили фольклорно-этнографический казачий центр ЯИК Ассамблей народа Казахстана при поддержке Акимата Уральска. Жители наслаждались праздничным концертом и получили массу положительных впечатлений. Подробности у нашего корреспондента. Масленица – это традиционный славянский праздник, который отмечается весной перед началом Великого Поста. В этот период люди проживают зиму и встречают весну. В рамках праздника в городском парке культуры и отдыха прошел праздничный концерт, конкурсы и различные развлечения. Очень отрадно, что сегодня присутствует молодежь нашего города, гости, старшее поколение. Ведь кто, как не мы, должны прививать молодежи в нашу культуру, традиции, обычаи. Сегодня подготовили большую концертную программу. Для детей, чтобы приготовили конкурсы с подарками, с призами. Ну и, конечно, традиционно Апифлос праздник – это наши блины сладкие, чтобы угостить жителей города, гостей, показать нашу западно-казахстанское добродушие. На мероприятии развернулась ярмарка ремесленных изделий. Жители получили массу положительных впечатлений от этого события. На лицах участников преобладала улыбка, а город наполнился праздничной атмосферой. Все такие праздники, они в Уральске объединены тем, что здесь очень много этносов проживает. И все они проживают очень дружно, в согласии. Все праздники мы отмечаем вместе. И вот непосредственно сейчас мы от представителей Ассамблеи народа Казахстана, непосредственно от Корейского этнокультурного объединения пришли поздравить всех с этим прекрасным праздником. Встретить его дружно, весело. Как сообщили организаторы, в этом году на празднике не было сожжено чучело. Из-за соблюдения норм противопожарной безопасности. Амина Махсотова, Марлена Искалиев, Аймурат Жагаппар, телеканал ТДК-42. В октябре прошел финал образовательной программы Steam Teachers Training. Впервые турнир по робототехнике организовали в творческой мастерской Makerspace при областной научно-универсальной библиотеке имени Байшева. В турнире приняли участие 20 учителей. И уже в финале 13 из них вместе с учениками представили жюри свои инновационные проекты. О том, как юные дарования соревновались в умении управлять роботами, расскажет Лайла Уесова. Школьник из Иргизского района придумал аппарат для взбалтывания целебного молочного напитка. Ведь в аулах до сих пор хумы сразмешивают вручную. Но эта ноу-хау-разработка значительно облегчит работу хозяйкам. И таких уникальных проектов на сегодняшней презентации очень много, отмечают организаторы. В целом тренинг собрал по стране больше 200 учителей STEM, готовых демонстрировать свои проекты в области 3D-моделирования и робототехники. Все они проходили обучение на площадках Makerspace. В целом есть в области школы, которые неплохо оснащены. Ну и, конечно же, мы предоставляем наши ресурсы бесплатно. Так же, как и участие в этом проекте было для преподавателей и учеников бесплатно. По результатам сегодняшнего турнира будет три призовых места, будут призы от спонсоров и всем выдадут сертификаты от республиканского центра Даррен, так как данный проект проводится при поддержке Даррен. Одним из таких ярких и интересных проектов сегодня был «Умный дом» и также робот, который помогает распознавать лица при помощи искусственного интеллекта. Свои проекты на турнир привезли 13 учащихся. Ахжан Базаргали из 75-й школы представила макет «Умного дома». На его создание ушло две недели. Восьмиклассница мечтает внедрить свою разработку в повседневную жизнь актюбинцев. Ведь изобретение поможет сэкономить электроэнергию и время. Кроме того, смарт-хаус обеспечит безопасность жильцов. Наш проект имеет инновационный подход с момента входа в дом. К примеру, это «Умный домофон». С помощью фоторецепторов и датчиков можно управлять люстрами и электроприборами. Зуммер передает сигнал на дисплей и предупреждает при утечке газа. В доме также есть система контроля влажности. Поэтому через приложение можно проверять температуру воздуха в доме. Преподаватели информатики и робототехники обучали работе с микроконтролёром Ардуино, навыкам 3D-моделирования и программирования. По словам педагогов, такие проекты направлены на развитие IT-технологии и профориентацию молодёжи. По итогам турнира победила команда из Шубар-Кудукской гимназии с проектом «Робот-охранник». «Умный дом» Ахжан Базаргали занял второе место. И завершил тройку лидеров портативный сейсмометр от школы-гимназии имени Динмухамеда Кунаева. «Хочу выразить благодарность организаторам за уникальную возможность развиваться и обучаться робототехнике. Здесь мы получили новые знания, узнали об интересных проектах, которые пригодятся нам в будущем. Всё это будет вдохновлять детей на дальнейшее образование и карьеру в области STEM». Сегодня креативные индустрии имеют большое будущее, поэтому власти региона поддерживают подобные проекты. Центр «Мейкерспейс» открыли в Актюбе при поддержке посольства США на базе американского уголка в научно-универсальной библиотеке имени Сахтагана Байшева. Новое пространство ориентировано на совместную работу, обучение, исследование и обмен идеями. Совсем скоро Актюбинский центр отметит свою первую годовщину. И за это время творческая лаборатория «Мейкерспейс» уже стала местом притяжения для молодых изобретателей со всей области. Как известно, творческие люди и их проекты перезагружают регионы, поэтому креативные индустрии важны для экономики страны. Лайла Уэсова, Жумар Ходобергенов, телеканал ТДК-42, Актюбе. Это были все новости к этому часу. Редакция телеканала ТДК-42 поздравляет всех казахстанцев с Курисайд. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова